По поводу того, какая энергия лучше работает. Я еще вмешаюсь с фотохиллингом, то есть добавляю, тоже мы про это будем говорить. Но я заметила, что если я сразу загружаюсь через фотохиллинг, то чувствование клиента идет более активно, то есть вы больше на себе чувствуете. Если все-таки потом вы умеете, что давала Татьяна, она дает большую отстраненность. В некоторых случаях это гораздо лучше. Не всегда приятно что-то такое на себе чувствовать. Понятно, что это отголосок, это не то, что на вас что-то перейдет, но вот эта формула, она почему-то работает лучше. Чем это объяснить, ну я не знаю. Но вообще многие работают с тем, к чему они обычно привыкли. Дальше. Мы обязательно настраиваемся. Настраиваемся мы как? Если вы какую-то защиту применяете, то эта защита идет перед тем, как вы начинаете вообще коннектироваться, работать с человеком. Вы положили человека на стол, вы сделали все свои защиты, если надо, там отдельная улица, ну кто как работает. И только после этого мы начинаем соединяться. Про защиты, с которыми я расскажу, с какими я работаю, которые мне нравятся. Ну, первая защита, это, конечно, убеждение в том, что там ничего не налипнет, да, то есть ничего вы не перетянете и так далее. То есть, собственно, убеждение, это самая главная защита. Плюс. Ну, иногда нам нужны какие-то ритуалы, с которыми нам комфортнее работать. На здоровье, да. Мне, например, нравится такая защита, как колокол. Я ее делаю практически всегда. Как же колокол? Я сейчас объясню, что это, да. Это защита через звук. То есть, визуализация, да, представляете, что вы находитесь в колоколе вот с таким диаметром, да, то есть на вытянутой руке. И вот этот колокол, он дает всего один звук, он вот вокруг вас находится аналитически, он дает один звук. И вот этот один звук на этой вибрации вы очищаетесь, вы под защитой этого купола и так далее. Ну, этим я пользовалась раньше и по привычке пользуюсь сейчас. Я не скажу, что это обязательно, но мне вот эта защита нравится, она такая секундная и отлично работает. Второй момент – это какой-то разделяющий предмет, да. Самое простое, чем пользуются там психологи, например, зеркало. Да, вот они поставили зеркало и клиенты как бы, ну, от них отделены. Это может быть любой предмет, который вам нравится, цветок, дерево перед вами. Перед вами, между вами и клиентом. Это скорее для вашего комфорта. То есть, насколько это будет работать, настолько, насколько вы в это верите. Да, но иногда на первых этапах работы неплохо, чтобы это перед вами было, чтобы вы помнили, что вы защитили. Одну минуточку. Вот если примерно зеркало там или что-то стоит, то есть как бы в уме держат, что от клиента оно как бы перейдет туда, либо в зеркало, либо в зеркало, либо в зеркало. Я так понимаю, это для этой цели? Нет, оно для той цели, что вы отделяете. А, то есть, как отфейер. Вот реально, да, вот вы, а вот клиент. Вот вы не перемешиваете как бы энергии. На самом деле, это действительно не происходит. Но наши психики иногда это не знают. Ну, интересно, чтобы было, держало, что вот это... Да, и держать это в голове не нужно. То есть, вот вы сделали вот это там, поставили перед собой, например, какой-то предмет разделительный. Заземлили его, да, представили, что он там уходит в корняную землю, верхушкой неба и так далее. Сделали и забыли. Для вашего подсознания вы защищены в домике. Да, то есть, это то, как, ну, как это работает на самом деле. Надо понимать, что здесь никаких там особых волшебных вещей не происходит, но ваше подсознание, чтобы вы защищены. Да, то есть, по сути, эта уверенность – это единственное, что нам надо. Поэтому, ну, многие говорят, что там не надо, это все ерунда. Если вам комфортно, если вы чувствуете, что вам на первых порах нужно это отделение, да, если вы там боитесь что-то там перетянуть или так далее, ну, сделайте. Это секундное дело, оно никому плохого не сделает, да. Что мы делаем дальше? Мы обязательно сначала сами заземляемся. Той технике, какой вы привыкли. Я привыкла отцентрироваться в теле, прогонять энергию через ноги до центра земли и обратно. Вот для меня это заземление. В какой технике вы заземляетесь, может быть, в какой-то другой, кто-то там на полметра в землю, кто-то, ну, кто что представляет. Вот. Заземление, я считаю, обязательной техникой защиты. Ну, это по начальнику. Всегда. Почему? Потому что, ну, опять же, я говорю на начальном уровне, да, когда мы входим в эти энергии, есть тенденция в них потеряться, куда-то улететь. Вот это заземление, оно нас оставляет здесь и сейчас, позволяя во время наработать с энергией. И это, как, знаете, как поворотник в машине. Конечно, иногда его можно не включать, но даже если вы на пустой улице его все время включаете, это уже привычка, и она, ну, хорошая привычка, да. Еще одна мера, тоже, которую я считаю обязательной. Стакан воды до, стакан воды после. И себе, и клиенту. Для чего это надо? Мы знаем, что вода электролит, вода проводник, и все, что будет чиститься, все, что будет выходить, это будет проходить легче. Что у вас, что у клиента. То есть, вы всегда работаете в резонансе. Это значит, что целительная энергия, все это идет через вас. Если есть какие-то резонирующие вопросы со здоровьем, то они решаются у вас также. Это все легче проходит, если в организме достаточно воды. Поэтому тоже стоит взять за привычку, там, чай и все остальное мы не рассматриваем. Чистая вода, стакан до, стакан после. Для того, чтобы этот водный омен хорошо проходил, это вот техника из кинезиологии, я бы предложила еще прогревать почки. То есть, вы перед самым сеансом, можно до того, как придет клиент, выпили стакан воды и прогрели каждую почку, там, по 2-3 минуты. То есть, вы активизировали в своем организме эти процессы, и потом пошли работать. И то же самое после. То есть, заканчивается сеанс, обязательно клиенту стакан воды и себе. И это с каждым клиентом, так, примерно в день 5 человек, 10, если это проделывать? В идеале, да. Но хотя бы с первым клиентом 2 стакана, дальше можно по полстаканчика. То есть, обязательно этот водный обмен должен идти. Вы увидите, как начнет сушить, когда начнете много работать. Все это перерабатывается. Вот так, ну, в общем-то, для этого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok